здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики канала сегодня у нас очень важная тема в области 3d печати мы поговорим о настройке оси z нашего 3d принтера ender 3 и в принципе подобных принтеров с кинематикой драгостол в одном из своих видео я рассказал более подробно о настройке оси z сделать даже целую инструкцию разработал специальный механизм программе автодеск инвентар вот такую стальную пластину 40 на 100 толщиной 4 миллиметра благодаря такой площадке мы можем идеально качественно выставить наш мотор оси z на нижнем профиле благодаря чему получаем угол 90 градусов и самое главное мы можем сдвигать наш мотор сразу в двух плоскостях чего в принципе не могли сделать раньше на штатном пластиковом держателе поэтому такая пластина конечно показала себя с лучшей стороны и многие подписчики зрители это подтвердили но как вы уже поняли изготовления данных пластин вам понадобится инструмент но к сожалению не у каждого есть мастерская на балконе поэтому я решил использовать уже готовый кронштейн который не потребует каких-либо допиливаний просто установил и забыла проблема с осью z наша ось z состоит из шести основных элементов это мотор это кронштейн для крепления мотора муфта сам т-8 вал втулка под т-8 вал и каретка на которой крепится наша втулка так как у меня есть мастерская и достаточно много инструмента я собрал самую простую самую эффективную конструкцию оси z я взял обычный металлический уголок и отрезал его болгаркой как и в нашей пластине я просверлил в уголке четыре основных отверстия подкрепления мотора и одно центральное для того чтобы можно было проставить муфту выглядит данная конструкция следующим образом видите в уголке просверлены еще боковые два отверстия для крепления на вертикальный профиль наш мотор висит в воздухе но при этом соблюдается идеальная перпендикулярность 90 градусов механизм крепления втулки у меня отличается от штатного раньше втулка крепилась на вот кому фланца ведь я его немножко обрезал но это связано с моими исследованиями вам резать ничего не нужно в данном случае использую точно такой же металлический уголок отрезал по размеру просверлил отверстие под втулку с небольшим расширением отверстия для то что можно было втулку немножко двигать и крепится это все дело на два болта такой кронштейн показал себя с лучшей стороны как вы уже обратили внимание он находится посередине каретки поэтому никакие сгибания и прогибания каретки здесь никак не повлияют на качество работы в отличие от штатного варианта где он крепился на фланце вот пример этот фланец видите гнется как угодно при этом происходили закусывание на валу происходили проблемы и дефекты печати некоторые блогеры которые считают себя профессионалами рекомендуют своим подписчикам ставить сюда пружинки на вот такие болты для того чтобы хоть как-то решить вопрос с перекосом нашей втулки но на самом деле это полная дикость и не профессионализм потому что ни в одной конструкции чпу станка высокоточного нет такого идиотизма никакие пружинки никто не ставит потому что это неэффективно и неправильно основная причина закусывания заеданий возникает из-за втулки из-за того что она размещена на плоскости не идеально перпендикулярно но я прекрасно понимаю что данные кронштейны по сложности даже сложнее чем вот эта пластина поэтому для этих целей спроектировал программе автодеск инвектор специальный распечатанный 3d принтер регулировочный механизм который не потребует использования каких-либо дополнительных инструментов на замену нижнего самодельного кронштейна заказал в китае уже готовый фрезерованный кронштейн стоимость этого кронштейна обходится где-то в районе 8 долларов но отличие его конечно кардинальное потому что здесь идеально выставлен угол 90 градусов то есть помощью данного кронштейна наша ось z будет максимально параллельно вертикальному профилю что принципе нам и нужно получить на замену верхнего самодельного кронштейна для держателя втулки я распечатал на 3d принтере уже готовый регулировочный механизм вы его также сможете собрать распечатать 3d модель выложу под видео в описании все достаточно просто устанавливается тоже не требуется никаких допиливаний здесь на каждой каретке идут два штатных отверстия которые вам тоже не придется сверлить просто вставили и прикрутили ну что ж а теперь давайте соберем нашу конструкцию устанавливаем накупленный кронштейн наш мотор в отличие от пластикового штатного держателя здесь используются т-образные гайки благодаря чему мы можем немножко сдвигать наш мотор и регулировать в этой плоскости для крепления данного механизма мы будем использовать два штатных отверстия в каретке эндера 3 но как вы уже заметили здесь нарезанная резьба это один из способов крепления данного механизма с помощью метчика нарезал резьбу м6 для того чтобы с этой стороны пригвоздить болтом м6 но если у вас нет метчика под рукой то это не беда вы можете использовать вот такой винт м5 с потайной головкой заводите его с обратной стороны нашей каретки то есть он будет вот так вот торчать так как у меня метчик есть я естественно буду использовать болты м6 давайте вкратце расскажу о работе данного механизма состоит он из двух частей это у нас крепежное отверстие на каретку нашего принтера здесь используется у нас три болта м4 которые по сути держат верхнюю регулировочную пластину внизу у нас есть гаечки м4 сверху вставляется наша втулка она ведь и может двигаться за счет того что отверстие у нас такого удлиненная принцип регулировки данного механизма очень простой вот этими вот гаечками мы поджимаем или опускаем нашу поверхность таким образом делаем перекос в нужную сторону и выравниваем нашу втулку относительно оси z так как я перешел на директ экструдер у некоторых возникнет вопрос а как же с болтом вот я специально установил для вас мотор для то чтобы показать что данный механизм никак не будет мешать работе нашей болтан системе вставляем механизм вот таким вот образом все фиксируем гайками хорошо затягиваем теперь наш механизм стоит очень жестко прежде чем мы начнем ставить т8 вал давайте убедимся что он у нас ровный мы видим что вау у нас достаточно ровный а это значит работа нашего механизма будет исправна если вам очень грязный обязательно вы почистите для этого используйте обычную вату после такой манипуляции вас становится абсолютно чистым и зеркальным также не забываем про втулку обратите внимание сколько там грязи и налета зафиксировал наш вал давайте провернем муфту и убедимся что у нас идеально соосность обращаем внимание чтобы наш вал нигде не гулял не было биения восьмерок или каких-нибудь элипсов все в порядке связка мотор муфта и вал у нас идеально соосны проверить параллельность нашей оси очень просто опускаем поднимаем каретку и наблюдаем за отверстием то есть наш вал должен находиться именно по центру отверстия если есть какие-то смещения влево или вправо соответственно регулируем нижним кронштейном в данном случае все выставлено идеально поэтому них не кронштейн можно фиксировать окончательно надеваем нашу втулку на вал выставим нашу втулку по центру механизма я видите очертил немножко маркером чтоб понимать где сверлить отверстие приложил снова нашу втулку нам нужно просверлить отверстие под саморезы почему саморезы да потому что пластик pg он очень вязкий вы сами видели что сверлится достаточно тяжело как видите наша ось движется достаточно туго и это не удивительно потому что мы не закончили процесс настройки теперь самое будет интересно как же с помощью такого механизма настроить качественно нашу ойзе первым делом нам нужно открутить наш вал приподнимаем каретку с нашим валом и описываем окружность насколько это возможно обрати внимание насколько смещена наша окружность относительно центра нашей муфты соответственно этот момент нам нужно исправить то есть мы подкручиваем гаечку немножко выше делаем небольшой перекос и соответственно фиксируем внизу второй гайкой проверяем снова окружность и видим что наш вал выровнялся именно по центру нашей муфты что в принципе нам нужно было получить то есть таким перекосом площадке можно фиксировать этот механизм уже окончательно и соответственно запускать на печать так как наша ось z должна работать просто великолепно чтобы понять что наша ось работает великолепно достаточно просто до нее дотронуться совершенно чуть-чуть обратите внимание что при малейшем касании она у нас опускается при небольшом давлении наша ось z видите опускается очень легко также она и поднимается под собственным весом это говорит о том что настройка действительно хорошая многие из вас могут посчитать что данная модернизация очень сложная но на самом деле ничего сложного нет механизм настройки втулки которая в принципе является главным виновником всех наших бед и закусываний в данном механизме она прекрасно себя чувствует и выполняет свои задачи и функции на все сто процентов никаких перекосов соответственно не происходит механизм настройки очень простой гаечками отрегулировали платформу и законтрили нижними гайками как видите друзья не пожалел 9 долларов и купил вот этот вот кронштейн для крепления мотора хотя в принципе сделал его сам из обычного уголка и он в принципе очень неплохо работал но я решил проверить на своем личном опыте что данный механизм действительно стоит своих денег потому что я не рекомендую те товары которые лично не проверил или же мои коллеги и друзья по 3d печати не проверили поэтому всем рекомендую кронштейн однозначно есть смысл покупать в китае ссылочку на него скину под видео в описании ссылку на 3d модель регулировки на шатулки также скину под видео описание надеюсь это видео вам понравилось не забудьте поставить лайк друзья я старался для вас с вами был макс до новых встреч пока